Школа-невидимка, районная больница в бывшем общежитии для летчиков, ветхое здание поликлиники, дворец культуры на стадии строительства. Все это в Рутульском районе. Причина банальная, недостаточное финансирование. Оно, к слову, осуществляется из двух бюджетов, республиканского и федерального. Как утверждают в администрации района, местные деньги частично, но все же поступают, а вот с помощью центра возникают проблемы. Какие именно, расскажет Мурат Магомедов. Красное здание вдалеке – это отнюдь не школа, а лишь недостроенный спортзал. Школа же вот она, за забором. Под снегом скрывается все то, что сделали за шесть лет. А это только фундамент. Ее в селе называют «школа-невидимка». А учатся дети сейчас в сборно-счетовом здании 70-х годов постройки. Ее разрушить надо было еще лет 30 назад, рассказывает директор. Сегодня стены разошлись по швам, полы и окна прогнили, в кабинетах порой невыносимо холодно, а когда идет дождь, с потолка капает. Дальше проводить занятия в этой школе, я не знаю. Мы боимся, сами учителя боимся детей в школу пригласить или сказать. Ей приходится умолять, просить родителей как-то на свой риск и страх, чтобы они пустили детей в школу и занимались. В Рутульской больнице палаты нестандартные. Тут тесно и душно. Это вообще здание бывшего общежития для летчиков. Строили его еще во времена Холодной войны. Помещения не отвечают нормам. На одну койку должно быть более 7 квадратных метров, а тут и трех нет. Абдулла Магомедов в красках описывает, каково это – болеть, живя в Рутуле, учитывая, что поликлиника от стационара находится почти в трех километрах. Старый человек, хромой человек, горбатый, слепой, с маленькими детьми, оттуда добираться сюда. Это правда. На стационар сюда. Пока он дойдет, он сразу заролел человек здесь заболеет. Пока он дойдет, оттуда сюда. Мы решили поехать и посмотреть на поликлинику и заодно на долгострой. По узким овочкам доезжаем и видим ветхое здание. И тут же рядом новая районная больница. За четыре года освоили всего 69 миллионов рублей, тогда как сметная стоимость более 280. Это включая покупку медицинского оборудования. У нас на сегодняшний день население нашего района около 24 тысяч населения. Обслуживает 32 населенных пункта. Радиус обслуживания около 95-105 километров. В общем, это самый крайний район по южному направлению. Дворец культуры планируют сдать уже в этом году. Это здание как будто бы и не в Рутуле. Таких современных строений здесь не было никогда. Уже весной тут постелят полы, приступят к монтажу кресел, наладки отопления и, конечно, приведут в порядок сцену. Вот сцена будет. Вот сцена, да, у нас. И в завершении там заказаны занавесы, двойные занавесы идутся. Занавесы передвижные, а на футбольтах шторы будут, двойные. Шторы будут. И вот этот зал, да, цельный. На 450 мест. Больше всех страдает рутульская молодежь, считает ответственной за культуру в районе Абдула Абдулаев. Он рассказывает, что даже новогодний концерт жители села смотрели на уличной площадке, на снегу и в холоде. А еще нельзя забывать, что давно не действуют творческие кружки и единственный в своем роде народный театр. У Абдула есть реальное предложение к властям. Если каждый объект так долго будет строиться, то ничего не получится. Лучше построить один объект, завершить его раз в два года и сдать, а потом новый начинать. А у нас и школа начинается, все начинается и ничего не достраивается, концерт к концу. Вот такую эти самые надо изменить. Из окон кабинета главы района как раз видна стройка. Указывая на дворец культуры, Давуд Сулейманов жалуется, что финансирование недостаточное. Вот конкретные цифры. На больницу в этом году выделено почти 15 миллионов. Этого мало. А на школу и вовсе смешные 7 миллионов рублей. Такими темпами, может быть, только к 2050 году удастся завершить строительство. И это при том, что в Рутульском районе социальных объектов меньше, чем в других. До сих пор в Рутульском районе нет спортзала. До сих пор в центре спортзала. В некоторых районах, я знаю, по 20, по 12. Где 12 домов, где депутат оттуда, там дворец спорт устроится. У нас до сих пор нет. В районе надеются, дворец культуры удастся сдать уже в этом году. Перспективы новой больницы пока не ясны. Больше всего местных жителей огорчает то, что новой школы рутульские дети не увидят еще как минимум лет 10. Мурат Магомедов, Ильдар Ибрагимов, Руслан Касумов, Тамир Иван Гаджиев. Время новостей.